Девушки отдыхают Гроссмейстеров из Советского Союза Они самые богатые советские спортсмены Но самые несвободные Ведь КГБ играло с ними в свои шахматы Где применялся даже гипноз Тот, кто начинал партию против КГБ Терял все свои фигуры Но ради свободы Шахматист Виктор Корчной пошел на этот риск Он был четырехкратным чемпионом СССР А стал предателем и перевещиком Чем закончится игра Корчного с властью? Какие фигуры он потеряет? И кто выйдет победителем из этого матча? 1981 год Италия, Мирана Весь город жил в ожидании Чемпионата мира по шахматам Игроки уже прибыли Это четырехкратный чемпион СССР Виктор Корчной И чемпион Советского Союза и мира Анатолий Карпов В сопровождении делегации В его команде есть даже личный повар Который ни на шаг никого не подпускает К приготовлению еды для Карпова Также в Мирану прибыли специалисты Комитета госбезопасности По отравляющим веществам Офицер КГБ в отставке Владимир Попов Утверждает, что помещение Где находился другой чемпион Виктор Корчной Обрабатывали специальными веществами Которые вызывают чувство тревоги И повышают артериальное давление Вокруг Корчного было много людей И уже сейчас известно, что По крайней мере, там, один человек Из этого окружения Корчного Был в агентуре КГБ А и для того, чтобы Озвучить что-то Не обязательно же напрямую говорить Вот знаете, господин Корчной Я так думаю, что если вы победите То вас убьют Поэтому лучше бы вы не побеждали Кому же мог помешать шахматист Виктор Корчной? За что ему могли уготовить Такое наказание? 11-летний ленинградец Витя Корчной Пошел в кружок шахмат от безысходности Вообще-то он мечтал заниматься совсем другим Была весна 1942 года Жители блокадного Ленинграда Пережили самую страшную зиму От голода люди падали прямо на улицах Мизерные пайки по талонам 125 граммов хлеба в день Для детей и стариков И те не выдавали В зимние месяцы умирало более 4 тысяч человек за сутки После этой затяжной морозной И голодной зимы То, что случилось 17 мая В блокадном Ленинграде Было похоже на чудо Во время войны для детей Открыли дворец пионеров Со множеством кружков Музыки, рукоделия, танцев И главный советский стратегический кружок Шахматы Шах Иду сюда Шахи кончились Положение черных абсолютно безнадежно Даже во время войны советское руководство Не забывало о развитии шахмат Ведь учителям в кружок поставили Не просто какого-нибудь шахматиста-любителя Чемпиона СССР Грассмейстера Михаила Ботвинника Именно на шахматистов возложат Главную идеологическую миссию Своими победами доказывать всему миру Мощь СССР Но в 42-м году Витя Корчной, как и другие блокадные Ленинградские дети Шел в кружок на шахматы Совсем не ради будущих побед Ведь главное было то, что во дворце пионеров Тогда кормили бесплатными обедами Вот что было Самым большим счастьем в блокадах Каждому в буфете давали Один или два соевых сырника с подливой Иногда маленькую порцию каши Или пару рыбок 11-летний Витя записался сразу в три секции Ему хотелось научиться играть на пианино Но инструмент дома негде было поставить Еще Витя Корчной Очень мечтал, что будет как настоящий артист Красиво разговаривать и читать стихи Выяснилось несколько позже Выяснилось, что у меня Очень хорошее произношение русское То есть у меня с буквой «Р» есть проблемы Я стал ходить к логопеду, который лечит произношение Ехал в реку через реку Может быть, я был плох? Я не выручился, говорит, нормально Оставалась лишь одна секция Шахматы И они станут главным делом его жизни Но большая игра принесет большие драмы В жизнь Виктора Корчного Корчной сделал все, что советовал учитель Михаил Ботвинник Но дальше шахматист начнет свою странную игру Он не станет больше слушать чьих-то советов Или выполнять просьб А даже напротив Будет делать все с точностью да наоборот Ведь в 1954 году он поймет Быть как все ему противно Итак, 1954 год Виктору Корчному 22 года Пока он любит и принимает свою родину такой, какая она есть Впервые ему разрешают поехать на турнир в капиталистическое государство В Норвегию Экипировочные давали людям Которые уезжали, скажем, в Англию Или в Штаты На некоторое время Им давали экипировочные По-моему, это было 120 рублей Эти деньги надо было потратить на одежду Все для того, чтобы там, на Западе Спортсмены из СССР имели достойный внешний вид Но одежду для всей команды, которая едет за границу Покупали одинаковую В Норвегии всех участников турнира от Советского Союза Вызывают в посольство Дипломаты захотели посмотреть на них Перед послом выстроилась группа молодых людей В абсолютно одинаковых рубашках К тому же слишком пестрой расцветки Других в магазине не оказалось Посол сказал, потрудитесь Купить другие рубашки У нас такие многоцветные не носят Это было неплохо Тогда за себя и за Советский Союз Корчному стало неловко Теперь шахматист будет доказывать, что Отличается от всех Будет делать все наперекор всем Но однажды своими поступками Корчной разбудит и разозлит Главного монстра и надзирателя Советских шахмат, КГБ И вот тогда начнется страшная игра В которую втянут даже его семью 1960 год Виктор Корчной уже чемпион Советского Союза по шахматам Начинается его профессиональный подъем В тот период его семья тоже чувствует на себе Все привилегии советских гроссмейстеров Ведь доходы шахматистов Одни из самых высоких в советском спорте Кроме зарплаты Около 300 рублей в месяц Призовые фонды на международных соревнованиях А это уже тысячи долларов Непостижимые суммы Для обычных советских умов Не чувствовал, что, ну естественно Когда у меня есть жвачи, которые у других нету Но я считал, что я такой крутой Потому что у меня есть что-то такое, что у других нету И другие тоже так считали Но на самом деле По сравнению с другими шахматистами Например, Тиграном Петросяном Корчные жили не так уж и шикарно Ведь у Петросяна даже на даче Дорогая аппаратура А все потому, что Корчной принципиально поступал Не так, как другие Играли они у какого-то Странительного магната То есть Были под покровительством И когда все это кончилось Там Виктор Львович выиграл Тот Он пошел в магазин Стал покупать технику Ну и разудить плечо Вроде бы деньги были Почему, извините За расплатить магнат Чтобы за меня платил магнат В общем, выложил Половину того Оставил половину того Что он накупил Что было весьма обидно К 1963 году Корчной уже дважды чемпион Советского Союза Его непростой характер Пока еще не раздражает КГБ Которая контролирует Всю шахматную ассоциацию Но это скоро закончится Куба, Гавана Корчному подходит человек Из местной шахматной федерации Есть просьба к вам С вами хочет сыграть Есть один очень известный человек Большой любитель шахмат Министр промышленности Наш национальный герой Че Гевара Корчного попросили Только об одном Руководитель шахматной федерации Куба приходил ко мне И просил сделать ничего С этим знаменитым человеком Человек Человек знаменитый Человек Министр индустрии А заодно А заодно Спонсор Покровитель Покровитель шахмат Вот так По фамилии Эрнеста Че Гевара Корчному устроить Такую ничью Ничего не стоило Ведь игра неофициальная Никаких званий Никаких денежных премий Просто показать На шахматной доске Что Куба и СССР Друзья Но советский шахматист Сделал все наоборот Он просто разгромил Любимца всей Кубы Че Гевару И выиграл у него Во всех трех сеансах За этот матч Корчного не наказали Но такие поступки В КГБ не забывают А пока Гроссмейстер Даже не представлял Какую игру Способны вести Советские спецслужбы В 60-х шахматы в СССР делают культовой игрой Турниры устраивают В школах Домах пионеров На заводах И даже во дворах Под открытым небом По телевидению Ведут специальные уроки Но в 72-м году Впервые за 20 лет У советских шахмат Появился реальный Сильный враг Он гениальный шахматист Странный Вспыльчивый И вдобавок ко всему Еще и американец И это во время Холодной войны Он Это Бобби Фишер В 72-м Фишер сделал то Что на протяжении 20 лет Было не под силу Ни одному шахматисту Он подорвал Престиж СССР Именно тогда Все болельщики В СССР Дружно подхватили Слова новой песни Высоцкий Написал ее Именно по этому случаю Я кричал Вы что ж там Обалдели Уронили Шахматный престиж А мне сказали В нашем Спортотдель Ах Прекрасно Ты защитишь Но учни Что Фишер Очень ярок Он даже Спит с тоскою Силу вьем Советский Шахматный престиж Уронили В Исландии В реке В 72-м В матче На первенство мира Советский Гроссмейстер Борис Спасский Проиграл Американскому Шахматисту Бобби Фишеру Пресса писала Что это была Не просто игра А одно из сражений Холодной войны Которое выиграли США Фишер Стал чемпионом мира И получил Денежную премию 250 тысяч долларов А Советский Союз Впервые За 20 с лишним лет Упустил Шахматную корону Звание Чемпиона мира Ох Мы крепкие Решки Ух Корону Привезем Спать Ложусь Я Вроде Пешки Но Просыпаюсь Я Верзем Через несколько лет После этого поражения Именно Борис Спасский Станет первым Советским шахматистом Который ощутит На себе Давление КГБ Все начнется С того Что гроссмейстера Заподозрят В связях С французской Шпионкой С точки зрения КГБ Которая Организация Подозрительная До паранойи И во всем Везде Всегда Видит Происки Врагов Спасский Не встретил Женщину В которую Он влюбился И которая По некой Случайности Оказалась Сотрудником Французского Посольства А Спаскому Спецслужбами Западных Стран Была Подослана Женщина Для того Чтобы Охмурить Его Заставить Его Эмигрировать Из Советского Союза Выступать На шахматных Чемпионатах От имени Других Стран Подполковник КГБ В отставке Владимир Попов Работал в отделе Который Курировал Спорт В том числе И шахматы Несколько лет Назад Он написал Книгу КГБ Играет В шахматы Попов Раскрыл Сенсационную Информацию О том Как Комитет Госбезопасности Боролся С непослушными Гроссмейстерами Автор Называет Имена И вспоминает Конкретные Случаи Правда Никаких Архивных Документов В качестве Доказательств Не публикует Перед Телекамерами Появляться Отказывается Считает Что это Небезопасно Для его жизни Также Известно Что в 96 Году Подполковник В отставке Попов Эмигрировал В Канаду Где сейчас И проживает Поначалу Даже историк Юрий Фельштинский Сомневался А существует Ли вообще Такой человек Подполковник КГБ В отставке Владимир Попов Я попросил Прислать Он это сделал В ксерокопии Всей своей документации Подтверждающей Его личность То есть То что это Реальный человек Тут Никаких сомнений Нет Попов Утверждает Что была Разработана Операция Утвержденная Руководством КГБ По заражению Подруги Спасского Венерическим Заболеванием В назначенный День Сотрудник Бюро Проник В спальню Француженки С собой У него В медицинской Таре Были споры Возбудителя Венерического Заболевания Сотрудник КГБ Пытается Заразить Нижнее Белье Подруги Спасского Как при этом Он сам боится Быть зараженным Потому что Не знает Что он будет Объяснять В этом случае Своей жене Впереди У кроссмейстера Виктора Корчнова Своя игра С КГБ Причем Именно он Сам и начнет Ее Однажды В квартиру Корчных Позвонит Незнакомец Молодой гость Этот Противником К нам приходил К нам приходил Все время Она с ним Общался Мать Мать уже Могла прикинуть Куда ветер Дует Заранее Так Еще до того Как там В ЦК Или где-нибудь Еще что-то Предприняли Она уже чувствовала Куда идет Витя Осторожно Сюда не надо Витя Осторожно Вот так Не надо Естественно Витя Довольно часто Когда ему говорят Да не надо Он решал Что именно надо Ну характер Пройдет Совсем немного Времени И Карпов Для Корчного Станет Одним Из злейших Врагов Просто он Несколько Несколько Таких Решений Поступков Действий Осуществил Которые Вообще Не позволяли Нам восстанавливать Отношения На одной из вечеринок Шахматистов Кто-то предложил Пусть каждый На клочке бумаги Напишет Кто будет играть В финальном матче Претендентов На звание Чемпиона Советского Союза Соперников Угадал Только один человек Виктор Корчной Он написал Две фамилии Карпов Корчной И оказался Пророком Единственное Чего не мог Тогда предвидеть Корчной Что та игра Для него станет Началом конца Но перед этим Он еще успеет Поскандалить В полуфинальном матче И нажить врага У него очень сильно Все основано На ненависти К сопернику Если он с соперником В хороших отношениях То у него игра не идет Если он его ненавидит Вот тут он может Выдавать вообще чудеса С Петросяном Пока у них были Хорошие отношения Он Петросяну Довольно часто сливал Как только у него Отношения испортились Вот тут он Петросяна Как Тузик грел И стал рожать Одесса 1974 год Начался самый скандальный Матч в истории Советских шахмат Играют Виктор Корчной И Тигран Петросян Это полуфинальный матч Название чемпиона СССР Победитель сыграет В финале С Анатолием Карповым Шла пятая партия Петросян проигрывал Корчному Со счетом 1-3 Но вдруг шахматы На столе стали Подпрыгивать Проблема была в том Что там качалась сцена В этот момент То есть стол стоял Ножками Там был круг И стол стоял Частью ножек На кругу Частью на этом И в какой-то момент Довольно почувствовал Что стол качается И ему это не нравится И он говорит Что Петросян качает ногой Он говорит Слушай, ты не мог бы Прекратить Раскачивать стол Петросян прекратил Но понял, что Это противник действует На нервы В следующий раз Он стал качать Уже намеренно И тут Уже был счет По-моему Три с половиной На полтора Ну он качал 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 Под столом Началась Совсем другая игра Бой ногами Гроссмейстеры То и дело Пинали друг друга Корчной ударил Петросяна ногой Петросян Заглянул под стол И Виктор Львович Он говорит Не просто говорит А громко говорит Ну ты что Потерянные очки Там ищешь что ли Петросян обиделся Матч прекратил И потребовал Чтобы Виктор Львович Перед ним извинился Виктор Львович Перед ним извинился Но Корчной Тут же нанес Новое оскорбление Петросяну Назвав армянских Болельщиков Которые приехали с ним Бездельниками Петросян сказал так Он оскорбил Мой народ Теперь извинений Быть не может Я требую Чтобы мне отдали Вообще Чтобы матч был за мной После чего Матч сорвался То есть Причуть Три с половиной На полтора Победителем Автоматически Стал Корчной Это означает Он выходит В финальный матч С Карповым Но Петросян Пообещал обидчику Что все равно Отомстит ему За весь армянский народ Он сдержит Свое слово И в результате Корчной Потеряет главные фигуры Не только на шахматной доске Но и в жизни Наши отношения По инициативе Корчного Стали тяжелыми Потому что Когда Он победил Петросяна И приехал В Ленинград Он попал На последнюю Партию Моего матча Со Спастом В пресс-центре Он обошел Всех наших Общих друзей Заявил Что с этого момента Они должны сделать выбор Либо он Либо я Вот И если выбирают его То он предпочел бы Чтобы они прекратили Общаться со мной Приближался Финальный матч Претендентов 23-летний Карпов Против 43-летнего Корчного Это будет Бой интеллекта Характеров Психологических Уловок И даже гипноза Ведь победителя Ждет почетная миссия Сыграть с Бобби Фишером И отомстить американцам За то Что отняли У Советского Союза Шахматную корону Но за несколько месяцев До поединка с Карповым Корчной почувствовал Что происходит Что-то странное Некоторые шахматисты Вдруг стали избегать его Никто не хотел Помогать Корчному С подготовкой к матчу Он был очень одинок Весь шахматный мир От него шарахался Можешь себе представить Кроме того Было указано К каждому сильному Шахматисту Ехать Помогать Карповым Тогда 43-летний Гроссмейстер Сделал вывод Советская власть Поставила на Карпова А он Теперь не удел Анатолий Карпов Анатолий Карпов Человек моложе меня На 20 лет Кроме того Он Он Сто процентов Русский Кроме того Он сто процентов Послушный То есть он послушен Советскому режиму И это И это очень Очень важно Подполковник КГБ В отставке Владимир Попов Утверждает Что Анатолий Карпов Был завербован Советской спецслужбой Он якобы Выбрал себе Кличку Рауль 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 Да Брата Брата В честь Брата Этого самого Кастера Но в отношении Карпова Как говорится Все Знали Что Карпов Агент КГБ Да А Может быть Он это не скрывал Сам Оно бред Какой-то Бред Абсолютно бред Ну если человек пишет документально Так ты пиши документально Если это выносы художественные То так и пиши Что основаны на каких-то событиях Но художественные выносы Что же на самом деле Произошло накануне поединка Почему от Корчного Все отвернулись Сам Анатолий Карпов Рассказывает Совершенно другую историю Историю о том Как Корчной первым Нарушил обоюдные договоренности Одним из важных пунктов Для Карпова Было время матча Он хотел начинать игру В пять вечера Потому что по своей природе Сова Корчной с неохотой согласился Но выдвинул Свои условия Корчной сказал Ну знаете Анатолий Евгеньевич Вот Все же понимают Что я хочу играть В Ленинграде Поэтому Наверное И вам надо было Поехать И от имени Двоих С министром спорта Павловым И высказать ему Нашу общую позицию Ну я поехал в Москву Карпов встретился С министром спорта Сергеем Павловым Договорился о том Что матч состоится Как и хотел Корчной В Ленинграде Я только зашел В свой номер Телефонный звонок Звонит Корчной А тут он мне говорит Ну знаете Я что хотел сказать Я хотел сказать Что я не согласен С условиями Которые мы выработали Я буду настаивать Чтобы партии матча Начинались в три часа дня Рассерженный Карпов Снова идет К министру спорта Павлову И рассказывает О разговоре с Корчным Я говорю Сергей Павлович Ну знаете Я виноват конечно Что вот я пришел Вроде бы мы И затвердили все Но сейчас Моя позиция Простая Готов играть Где угодно Но не в Ленинграде Тогда Принимаем решение Будете играть в Москве В пять часов вечера Я говорю Ну меня устраивает Перед началом матча Корчной подавлен Он перестает верить В свои силы И тогда На свой страх и риск Виктор Львович решает Обратиться к психологу Рудольфу Загайнову Загайнов днем и ночью Опекает гроссмейстера Он заставляет Корчного Бегать по утрам Днем спать По несколько часов Внушает Что он сильный шахматист Он победитель Обычно Мой стиль работы Тотальный Я поднимаю спортсмена Я укладываю его Спать Я обеспечиваю Дневной сон Что очень для спортсмена Важно Применяю гипнотическое Возвращение Естественно Загайнов знает Как с помощью гипноза Сделать так Чтобы Карпов Плохо играл Не доказывали Психологи Что психология Способна на Фантастические вещи Август 1974 года День судьбоносного матча Корчной все сильнее Ненавидит Своего 23-летнего соперника Но именно это Чувство так необходимо Гроссмейстеру Ведь чтобы выиграть Ему нужен враг В данном случае Это Анатолий Карпов Плохой человек Я ничего больше Сказать Не хочу про него О том, что у него Была кличка С детских лет Гаденыш Вы, конечно, прекрасно знаете Я просто Играю в шахматы Стараюсь Стараюсь отойти От каких-то И отношений персональных И от персоны Я очень не любил Карпова И я влиял на него Намеренно, могу сказать Есть приемы Которые заставят Отвлекать Хотеть спать Во время партии К сожалению Я тогда был молодой И пользовался Запрещенными приемами Потом прекратил Обычные зрители Даже не заметили Как шахматисты Начали психологическую дуэль Очень сильное влияние Друг на друга Мы разрабатывали Скорчным даже Он говорит Вот на меня смотрел Карпо Такая привычка плохая Когда противник думает Он на него уставит За своими такими Не очень полукосыми глазами И Корчной говорит Что мне делать Я говорю Ничего Если вы покажете Что вы обращаете на это внимание Будет еще хуже Но все-таки Корчной придумал Свою уловку После одной из партий Он покупает очки С темными зеркальными стеклами Вот представляете Карпов на него Опять уставился Корчной вынимает Огромные зеркальные очки Одевает И зайчики пускает Как бы по лесу Карпов так сидит Обалдел А Корчной сидит Еще усмехается Потому что на меня Так поглядывает Эффект был колоссальный Те обратили Судей Что я хочу Убрать Он говорит А пусть он Жентльменское соглашение Не смотрит Ну мы договаривались Не заходить за спину То есть не вставать сзади Корчного это раздражало Я тоже не очень любил Хотя я не обращал особого внимания Но у Корчного Это Это Было особое требование Шел третий месяц Беспрерывного матча Гроссмейстеры уже истощены И физически И психологически Борьба с Карпом Была три месяца Это абсолютно Ненормальный срок Эти матчи Надо конечно прекращать Для здоровья Карпов Он был уже Выглядел больным В конце матча И мы сделали рывок Проигрывали 0-3 Его румяне Гримирует Карп Он уже был Дохлый, зеленый Несмотря на помощь Психолога Загайнова Несмотря на гипноз Несмотря на всю ненависть К Карпову Корчной все же Проиграл Этот решающий матч Всю дальнейшую жизнь Корчного Изменит Журналист Который подойдет К нему После окончания матча В интервью Корчной рассказывает Что на него давили сверху Что силы были Неравны Карпову победу Обеспечили нужные люди Интервью напечатали И Тигран Петросян Тот самый шахматист Который обещал Отомстить Корчному За оскорбление Показал эту статью Шахматному начальству Руководитель Шахматного отдела Всесоюзного комитета спорта Ивонин Сказал мне Что я должен Перестроиться Иначе Сказал он мне Я не боюсь этого слова Нам придется расстаться Корчного наказали Его отстранили От всех турниров Страшнее кары Для шахматиста Не придумаешь Тогда Корчной Вместе с женой Беллой Стал планировать Побег на запад Они всей семьей должны были Покинуть Советский Союз Только через два года Корчному разрешили Поехать на шахматный турнир В Голландию Но это вовсе не означало Что гроссмейстеру Простили его поведение На самом деле Получить разрешение Поехать на международные соревнования Корчному Помог человек Которого он упорно считал Своим врагом Анатолий Карпов Я за него ручался Когда его дисквалифицировали Во-первых Я добивался Чтобы дисквалификацию сняли А во-вторых Я поручался Что его можно выпускать На турнир И что он не останется Чтобы не подставить Карпова Корчной Должен был вернуться в Союз Но его жизнь Снова круто Изменили журналисты На этот раз Из голландской прессы Когда даю интервью Я стараюсь говорить То, что я думаю Когда я закончил интервью Где-то поздно вечером Я встретил приятеля Который сказал Все, что вы говорили Уже передано в Москве И вам вряд ли Вряд ли пора возвращаться В Советский Союз После финального матча В Голландии Карчной протянул Своему сопернику Энтони Майерсу Лист бумаги И спросил Как на английском Правильно написать Политическое убежище На следующий день Карчной пошел в полицию Той же ночью Его сын в Ленинграде Настроил голос Америки Одна новость Касалась его отца Она была шокирующей Ведущий сообщил Что чемпион Советского Союза Шахматист Виктор Карчной Попросил политического убежища В Голландии Это означало Что его жена и сын Автоматически становятся Врагами народа Ну естественно был шок Потому что готовились К поездкам К отправлению на запад Все А он ухитрился Как-то остаться один Причем подставить Под удар Всю семью Я конечно верил Что моя семья Так долго там Там не просуществует Ее удастся Спасти Там Раньше времени Ее вызвали Из советского рая Вот так я думаю Белла Карчная Восприняла все это Как предательство Со стороны мужа Как им теперь Жить в СССР Жене и сыну Врага народа Это даже больше Чем скандал В шахматном мире Ведь бежал Четырехкратный Чемпион Советского Союза Всех советских Гроссмейстеров Заставили подписаться Под письмом В котором осуждался Поступок Предателя Карчного Отказались Ставить свои подписи Только трое Один из них Борис Гулько Даже письмо было Не для него Оно было для меня Это вы знаете Когда Человека принимают В банду Знаете Там есть такое Так я себя воспринимал Помазаться кровью Такой есть Криминальный термин То есть он должен Кого-то убить Не для того чтобы Это было Ну Не для выгоды дела А для того чтобы Он уже Предлежал к этой банде Не мог От них выйти Такое подписание Письма Это было как Помазаться кровью Что вот я Принадлежу к ним Гулько запретили Выезжать на международные Турниры Семь лет он добивался Чтобы его и жену Выпустили Из Советского Союза Гроссмейстер Гроссмейстер вспоминает Что за эти семь лет Пришлось пережить И слежки агентов КГБ И демонстрации Протеста И даже Три публичные Голодовки В те годы Был очень влиятель Анатолий Карпов Который Руководил тогда Шахматной жизнью В России И И как я понимаю Он не видел Никакого интереса Чтобы я уехал И как возможный конкурент И Почему тогда ходила Такая легенда Что я могу Начать помогать Корчному В борьбе с Карповым Его менеджер Приходил ко мне Предлагал условия На которых они Вернее Спрашивал условия На которых я готов остаться Я слышал Таких условий нет Тем временем В Ленинграде Белла и Игорь Корчные Получили липовое Приглашение в Израиль От некой тети Хани Это был единственный способ Добиться того Чтобы семью Гроссмейстера Беглеца Выпустили из Союза Корчные Стали собирать документы Сыну пришлось Бросить учебу В институте Но Вавире Жене и сыну Корчного Дали короткий ответ Из страны Никуда не уедете Игоря призвали в армию Я ушел в бега И полтора года От них бегал по стране 1978 год Виктор Корчной Переехал в Швейцарию Официально он все еще женат Но на самом деле Его сердце Принадлежит другой женщине Гражданке Швейцарии Петре Она 10 лет Отсидела в советских лагерях По подозрению В шпионаже В это же время В 78-м Сын Корчного Игорь все еще в бегах Милиция ищет его По всему Советскому Союзу Анатолий Карпов В 78-м Не просто гроссмейстер Он настоящая Звезда Советских шахмат В 78-м В Москве Всего три Мерседеса Леонида Брежнева Владимира Высоцкого И 27-летнего Гроссмейстера Анатолия Карпова Именно в этом году Карпова ждет Серьезная игра Матч претендентов На звание чемпиона Но это будет Не просто соревнование Шахматистов А настоящая Политическая битва Советской системы Против Западной Советский шахматист Против предателя Родины Беглеца Виктора Корчнова Они снова встретятся Матч будет проходить На Филиппинах В Баге 20 лет назад Я встретился с Толей И он так очень обиженно Мне говорит Ну что на меня все наезжают Я тут ни при чем Я как раз хотел Я как-то пошел в ЦК Говорю, ребята Выпустите, пожалуйста Корчнову семью То есть там Нужна была с Петрой И в самый разгар матча Выпустите семью Такой ему облом устроим И выиграю я в сухую На что ему сказали Толя Надо рассчитывать на себя А не живучить Сыграет матч по-человечески И все Толя больше об этом не заикался Вместе с Карповым В Багео Приехала делегация Из СССР Советский Союз Не мог допустить Чтобы победу В этом матче Одержал перебежчик У меня были тренеры Таль, Балашов, Зайцев Три Руководитель делегации Батуринский Иванович Гершинович Так называемый Специалист по снузухой Повар И четыре человека Безопасности Безопасности Разные Технической безопасности Биологической безопасности И физической безопасности Ну, мы проверяли Иду проверяли Пытания Чтобы ничего не подсунули Также на Филиппины В Багео с Карповым Приехал и психолог Владимир Зухарь Официально он нужен был Для того, чтобы Обеспечивать советскому Гроссмейстеру Хороший сон Офицер КГБ В отставке Владимир Попов Утверждает, что Зухаря взяли на матч Для других целей Чтобы он негативно Влиял на психику Корчнова Как только начался матч Зухарь сел в первом ряду Зухарь только сидел Более Он только сидел И более того Пока он сидел Его охраняла гвардия Эти самые Офицеры КГБ Его охраняли Корчной начал нервничать Что там сидит Ни него в темных очках Смотрит Не нужно было Никакого гипноза Само присутствие Зухаря мешало Корчному сосредоточиться Он попросил Чтобы советского психолога Удалили из зала Но на эти требования Никто не отреагировал Тогда через несколько дней В зале появились Мужчина и женщина В ярко-желтых одеждах Как оказалось Это представители Индийской секты Ананда Марга Они пришли Помочь Корчному Справиться с психологическим давлением Которое на него оказывают Это два Джаэка Мужчина и женщина Которые были членами Секты Ананда Марга И они незадолго до этого Совершили нападение В Маниле В центре города На индийского дипломата И собственно Сидели Сидели в тюрьме А потом под залог Их выпустили И в этот момент Корчной их притащил в Багию Я никого не приглашал Они пришли сами Они пришли сами И предложили свою помощь По-видимому Зухарь был Один из людей Который учился На их школе И когда он их увидел Он скис Он исчез Он исчез Фактически Вот что они сделали Вот там Вот когда Они пришли И сели в своих Оранжевых одеждах И И говорю И через 10 минут Вся советская группа Остался один Картан Вся советская группа Исчезла из зала Матч длился уже второй месяц Корчной все больше нервничал Его насторожило то Что советскому шахматисту Во время игры Постоянно приносят Какой-то йогурт Корчной стал подозревать Что это Непростой напиток Не просто йогурт Там было Вот то То о чем я говорю То есть Фактически Он принимал допинг Во время матча Такой замечательный Академик Покровский Он возглавлял Академический институт питания И По моим вкусовым Запросам Они мне Приготовили На такой Питательный напиток Вот Он существовал В виде порошка Который надо было Разводить Ну и вот Он послужил основой Скандалов Там буря в стакане Кефира Такой вот 32-я партия Стала последней В этом матче Виктор Корчной Второй раз Проиграл Анатолию Карпову Шахматная корона Уехала В Советский Союз Ну взял корону Держи Правду никто не узнает Потому что То есть Каждый считает Что правда На его стороне Зухарь приехал И жутко злился Что ему мало заплатили Ну ты психолог Тебя взяли на Филиппину Так будь довольный Съездил в кап страну На два с половиной месяца Зухарь говорит Я выиграл этот матч Если бы не я Черта с два Он что бы то ни было сделал Ну Карпову Естественно Совершенно другая Точка зрения Играл все-таки он И выиграл все-таки он В 79-м Семью Корчного Все еще не выпускают Из Советского Союза Его сын Игорь Который уже полтора года Скрывается от милиции В тот период Прячется у знакомой Девушки в Москве Девочка жила в доме Где жили Жил персонал Министерства иностранных дел То есть все шпионы Там жили Выходили Вышедшие на пенсию Шпионы и шпионки Сидели на лавочках И шпионили за всеми В дверь московской квартиры Где скрывался Игорь Корчной Позвонили Оказалось Из милиции Игорю ничего не оставалось Кроме как спрятаться Раздался звонок И каким там предлогом Якобы это не Как бы кого-то ищут Но вроде бы не меня Я на всякий случай Все-таки спрятался От них В шкаф Милиционер Начал обыск Когда же Деверь шкафа Открылся Я понял что все Пришли именно за мной Сына шахматиста Судили за уклонение От службы в армии И отправили Отбывать наказание В трудовой лагере на Урал Сам Виктор Корчной Снова встретился С Анатолием Карповым На этот раз играли В итальянском городе Миран Корчной в третий раз Проиграл Карповым Через много лет Михаил Таль Раскрыл страшную тайну О том матче В случае победы Перебежчика Его должны были убить Об этом в своей книге Пишет и подполковник КГБ В отставке Владимир Попов В случае неблагоприятного Хода матча для Карпова Разработанный КГБ план Предусматривал Ввод Корчному препарата Вызывающего Острую сердечную недостаточность Со смертельным исходом Оно бред какой-то Бред Абсолютно бред Да Ну у него Наверное не было консультанта Какого-то такого Ну не все Но там Ну там бредовни много Ну такие вот Политические выдумки Которые Бог году кому-то Напридумывал 4 июня 1982 года Через 6 лет После того Как бежал Чемпион СССР По шахматам Виктор Корчной Наконец Выпустили его семью Сына Игоря И супругу Беллу Они прилетели К нему в Швейцарию Но теплой встречи Не получилось Белла так и не простила Того что муж Бросил семью И бежал из союза Сам Уже 28 лет Прошло с того самого 82 Когда Игорь И Виктор Корчные Отец и сын Перешли Навы Навы Мы с ним Это после Как мы сюда приехали Получилась Довольно неприятная история Честно говоря Тогда он это заслужил Распространяться я не буду Но заслужил После этого Мы уже с ним Вроде бы Уже в хороших отношениях Снова все Но как-то так приелось И по-прежнему Продолжаем Навы Бывает иногда Поползновения С моей стороны Но он Тоже Такой характер Вот если Если уже Правила игры такие То менять их не будем Ну ладно Мы с ним теперь Навы Исключительно Навы Виктор Львович И со своей Второй женой Петрой Они живут В небольшом городке В немецкой части Швейцарии Советский чемпион По шахматам Виктор Корчной Говорит что только В последние несколько лет Он наконец-то принял Швейцарский образ жизни Спокойный и размеренный То есть Если написано Что поезд Прибывает в 8.23 Он действительно Будет ровно В 8.23 И еще Виктор Львович Прекрасно разбирается В швейцарском сыре 200 грамм Альпкерзе Бонатус Альпкерзе Немец 5-5-5-8 Можете Львович Львович Корчнова В Швейцарии Знают не только Как шахматиста Но и как актера Он снялся В рекламе Альпийского молока За эти 34 года После побега Виктор Корчной К своим советским победам Добавил еще и европейские Он Пятикратный Чемпион Европы Доходы у него Были весьма неплохие Детей у него На На Иждивении Уже не было Например там Виктор Львович Он Как сейчас он любит Нет У него всякие Рубашки с визинами Чтобы там было Написано ВК Все такое Тридцать с лишним лет назад Когда Что ли Правительство Меня Меня прокляло И люди Люди как-то Испарились Нет Здесь В Швейцарии Я вижу Этих людей И вижу Иногда Их теплое Ко мне Отношение Есть одна вещь Которая Которая Мне не нравится И которую Я просто Действительно Не привел Это Так называемый Нейтралитет В Швейцарии Виктор Львович Постоянно нужен Враг Не враг Но постоянно Нужен бой Если боя нет Ему не интересно Но сейчас Может он Немножечко успокоился Хотя время от времени Взбрыкивает У него характер Такой Больцовский характер Обязательно надо Чтобы была Сложная ситуация Чтобы все было Накручено А иначе Слишком пресно Сложная ситуация Продолжение следует...